Вот за что я люблю то, чем занимаюсь. Просыпаешься в буши, ни сирен, ни машин, только природа и, конечно, кухня. Вчера мы покинули поместье Пизула в Книсне. Проехали по Гарден Рут и свернули на шоссе 62, а потом по проселочным дорогам добрались до Кичака Лодж. Здесь в ближайшие дни меня ждет новое кулинарное приключение. Не знаю, будет ли у меня время насладиться этой красотой в ближайшие дни. Постараюсь впитать как можно больше прямо сейчас. Меня зовут Джастин Банелло. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные и прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю пойки пароваркой, а костер – духовкой. Как? В ближайшие три месяца, несколько дней в неделю, я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. ЮАР Книсно, Порт-Элизабет. Мы вновь взялись за дело. Это шеф-повар Хаджи Хамид и су-шеф Джино. На них держится кухня Кичака Лодж, что удивительно, они меняют меню каждый день. В Буше это сложно, поэтому я сильно заинтересован. Добро пожаловать в мой новый дом на ближайшую пару дней. День первый. Кичака. Привет, шеф. Доброе утро. Привет, Джино. Привет. Рад знакомству. И я. Как обычно работает кухня? Я знаю, лагерь невелик, клиентов немного. Да, у нас маленький штат сотрудников. Кухня небольшая и уютная. У нас нет стандартного меню из восьми блюд, так как ресторан слишком мал. Но так даже интереснее. Да, дайте мне дело. Ладно, начнем. Ты займешься луком, это моя работа. Мне каждый раз дают месить тесто или резать лук, понимаете? Ладно, я помогу с луком. Посоревнуемся, кто быстрее? Да, можно. Кажется, я уже проиграл. Над чем это вы смеетесь? Над чем? Да, я не знаю. Тут собралась публика. Мы приготовим афро-малайское бабути. На случай, если вы не знаете, бабути – традиционное местное блюдо. Раньше его готовили из остатков жаркого, воскресного жаркого. Во многих рецептах говорится – три того, два сего, одно это. Но все можно готовить на глазок, правда? В кулинарии нет жестких правил, ведь так? Нет, главное – готовить с удовольствием. Точно. Я так считаю. И вкус? И вкус. Кажется, на этой кухне будет весело, здесь нет ничего претенциозного. Мы приготовим еще одно блюдо, можешь начать с крутонов, ты знаешь. Салат «Цезарь» с копченой курицей. Да, мэм. Срезаем край. Думаю, я сюда быстро впишусь. Дарсген, Нихир, Суника, говорят на африканце. Окунаем в сливочное масло и ставим в духовку. Духовка там. Ставим минут на десять. А теперь картофель готовим во фритюре. Обмотаем соломку вокруг банки. Потрясающе. Когда намотаем до конца, оставшиеся концы нужно... Подоткнуть под низ. А теперь кладем в горячее масло. У нас получится корзиночка для салата. Я совсем недолго у вас на кухне, но вы уже открыли для меня много нового. Я потрясен. Горит? Если подгорело, то... Да. Пригорело? Пригорело. Ладно, начинай заново. Да, мэм. У моей духовки есть таймер. Я его установлю. Нам больше не придется краснеть. Спасибо. Спасибо, мисс. Спасибо. Снимаем картофельные кольца. Хочешь попробовать снять их сам? Надрезаем с одной стороны и осторожно сдвигаем. И получается... Прекрасно. Вы полюбуйтесь. Сейчас мы сделаем салат. Возьмем вот это. Умеешь делать соус для Цезаря? Нет, мэм. Обычный майонез. Добавляем анчоусов и немного чеснока. Перемешиваем. Представь их с чесноком, крутонами и пармезаном. Будет вкусно. Вкусно. Давай посмотрим крутоны. Опять пригорели? Нет, на этот раз не пригорели. Тогда клади их сюда. Салат латук, соус для Цезаря. Кладем сюда курицу, а сверху чесночные крутоны. И два-три томата. Их надо просто положить сверху, вот так. Да, затем опять соус с анчоусами, пригоршни соломки, чтобы получилась горка. Тут у нас ростки свеклы. Делаем так. Красивый цвет, все замечательно. Это полезно. Обычно я добавляю пёсто из базилика. Блюдо готово. Я вас уже люблю. Просто крутоны и соус для Цезаря. Оригинальный вариант для салата Цезарь. Все просто, да? Мне очень понравилось. Мне нравится то, что мы постоянно пробуем. Кус самое главное, да? Это яичная смесь. Здесь яйца, сливки, приправы, соль и перец. Запекаем в духовке, чтобы получилась румяная корочка. Хочешь, я подготовлю остальные? Да. Я уже понял, как приятно работать на этой кухне. Обычно я подаю это с приправами. Это самбал с томатами и луком, домашний сладкий джем из щили и обычный очар с манго. Думаю, мои получились красивее. Я знаю. Оставь мои в духовке, чтобы мне не было стыдно. Хорошо. Джастина. Хаджи. Хаджи. Колесо фортуны повернулось. Что тут скажешь? Роли поменялись. Это обычный рис басмати. Я его приготовила со сливочным маслом и кориандром. Тайский рыбный соус для аромата. Сервируем с попадам. Этой лепешкой можно пользоваться как ложкой. Оно горячее. Честно говоря, никогда не видел ростков свеклы. Это просто ланч. Простой, легкий и быстрый. Клиенты могут познакомиться с блюдами Южной Африки. Отлично. Не знаю почему, но все холодильные камеры напоминают мне молочную кухню. Первое впечатление. Я просмотрел все меню. Там было много замечательных блюд, но я не мог ничего выбрать. Так было, пока Хаджи не сказала, готовим салат Цезарь. И мы стали его готовить. Тогда я начал замечать проявление ее таланта. Думаю, в этой маленькой кухне я смогу многому научиться. Пойдемте отсюда. Приготовлено в Африке. Готовить весь день ради результата. Маринад. Возьми филе антилопы и приправ в каждый стейк. Их надо обмазать со всех сторон? Да. Через 4 часа стейки будут готовы. Ясно. На три. Это сыр пармезан. Позднее он нам понадобится. Хаджи не волнуется, ибо я все-таки знаю, что делаю. Вот сюда. Она просто готовит. Сейчас мы упарим уксус. Она не берет пленных. Вот здесь готовится луковый мармелад. А здесь упаривается бальзамический уксус. Сейчас мне покажут, как делать самоса. Что-то в этом духе. Приготовим на десерт самоса. Раскатай. Ты заставляешь меня нервничать. Ты за мной следишь. Неровно, но сойдет. Мне кажется, так у нас получится лучше всего. Мне раскатать все тесто? Думаю, надо. Не знаю, стоит ли говорить, когда что-то делаешь не так. Ты должна, иначе я буду делать в два раза дольше. Второй раунд. Это должно быть вот так. Да. Наконец. Получилось. А сейчас мы приготовим креветки. Я начинаю с хвоста. Блестяще. В чем они замаринованы? Имбирь, чеснок. Чили. Чили, суевый соус и пальмовый сахар. Ты вновь меня поразила. Теперь их можно жарить. Погружаем в теплое растительное масло. Достаем креветки. Сейчас мы обжарим мясо. Недолго, чтобы только подрумянилось. Мы готовим весь день. Да, но так все пройдет без сучка и задоринки. Да, поэтому я так делаю. Снимай. Возможно, кто-то захочет среднепрожаренное. Хорошо. А сейчас подготовим тарелки. Я украшаю их с помощью мятного соуса и ягодного пюре. Рисуем по центру, чтобы осталось место для мороженого. О, нет. Это явно не мой день. Вы посмотрите. Терка, шинковка. Ты уже закончил? Нет, мэм. Совершенство приходит с практикой, поверь. Третья попытка. О, нет. Это выглядит... Это не похоже на подсолнечник. Сделал? Рисую по центру тарелки. По центру? Да, мы же положим сюда кусок торта, мороженое и сорбет. Четвертая попытка. Неаккуратно. Нам надо шесть тарелок. Мне уже стыдно. Тарелка номер пять. Новый поворот колеса фортуны. Я понял, как ты делаешь. Ведем осторожно. Вуаля. Ты довольна этой тарелкой? Этой. Погоди. И... Можно сделать перерыв? Да. Спасибо, Хаджи. Ладно. Да. Два супа, одна курица, одна каша. Это странно. В первый день я обычно пытался понять, как работает кухня. В большинстве случаев мне не удавалось сразу найти свое место. Хаджи и Джейна прекрасно взаимодействуют, и процесс идет. Но завтра я обязательно запачкаю руки. Карпаччо? Да. Порции можно делать меньше. Положим каждому гостю только по два кусочка. Они хотят делить. Мое первое блюдо. Два. Класть меньше? Класть меньше. Да, мэм. Почему сначала кажется все хорошо, а потом я делаю ошибку? Займемся карпаччо. Закатывай в них пармезан. Закатывать сыр, да, мэм. И закрепляем вот так. Прекрасно. Так просто. Луковый мармелад и упаренный уксус. Это полулыбка. Я об этом и думала. Я все время смотрел. Это напоминало улыбку. Я подумал, не может быть, ты так не сделаешь. И пармезан. Для вас? Я позвала ее на нашем языке. Я сказала, иди, сестра. Иди, сестра. Три страуса. Положишь туда билтонг? Да, мэм. Справишься с тремя закусками? Да, справлюсь. Почти закончили. Все в порядке? Да, мэм. Прекрасно. Мэм, вниз кладем салат. Салат такой же, как готовили. Билтонг, крутон и пармезан. Карпаччо красиво смотрится. Спасибо, мэм. Я закончил. Молодец. Отличная карпаччо. Можно нести. Вуаля. Пять стейков. У нас нет холодных блюд. Первый, средний, прожаренный. Вот этот. А после этого перейдем к десерту и закончим? И закончим. Чертовски приятный момент. Смотреть, как выносят блюда. Нам остались только десерты. Теперь вытряхиваем это вот сюда. И пюре. Выкладываем сверху мороженое в другом конце. Знаменитая игла дикобраза. Вуаля. Панакота руйбуш. Все, мы закончили. Подытожим. Первый день. Я узнал так много совершенно нового. Но вот что самое интересное. Все, что я узнал сегодня, вечером можно выкинуть. Завтра нас будет ждать абсолютно новое меню. Так что жду с нетерпением. Приготовлено в Африке. День второй. Кичака. Сегодня у нас новое меню. Оно полностью отличается от того, что мы готовили вчера. Таким образом, меня ждут новые сложности. Так и есть. Скоро это меню будет готово. Примерно через час. Все быстро. Сегодня ты обещал запачкать руки. Придется поспешить. Час. В первую очередь займемся грибами. Если ты не против, я их натру. Одна луковица и немного чеснока. Обжарим с тимьяном. Значит, первое блюдо – сливочный грибной суп. Пока грибы готовятся, займемся улитками. Опять лук и чеснок. Затем бекон и зеленый лук. Его надо мелко нарезать. Средиземноморские сливки. Ясно. Нарежь, пожалуйста, овощи. Мы добавим их к мясу ягненка и к говядине. Мне кажется, настоящая спешка на кухне начинается во время обслуживания. Но здесь у нас разноплановое меню, которое меняется каждый день. Поэтому каждый день все очень интересно. Итак, что нужно нарезать? Картофель? Картофель. Не может быть, это безумие. Печеный картофель с голубым сыром. Так надо сделать с каждым? Хочешь сделать что-то вроде цветка? Да. Голубой сыр – мой любимый сыр. Я тоже его люблю. Боже, ты уже почти закончила, а я все еще вожусь. Ничего. И один сверху. Да, чуть-чуть. Немного перца, это чтобы держалось? Чтобы держалось. Иногда, когда сыр плавится, куски сдвигаются. Ясно, мне нравится. Нравится, нравится. Будет красиво, да? Да. Ставим обратно, чтобы подрумянить. Да, начинай заново. Я многому научился. И все. Осторожно, горячая. Забавно. Мы увидим, как получается единое целое только вечером. Они живые. Чем хорош второй день на этой кухне? Нет времени думать. Приходится просто действовать. Мне это нравится. Это прекрасно. И... Хаджи на меня полагается. Даже доверила готовить мясо. Жарить? Да, обжарь. Все. Да. Мы готовы сервировать ужин. Да. Мне нравится. Спасибо, мэм. Тебе спасибо. Заказ. Порция улиток, порция креветок, порция говядины и ягненка. В духовку. Спасибо. Пастернак 8 штук на тарелку. Добавь меда. Две говядины. Приправить? Да, и на сковородку. Она приготовлена. Как там суп? Суп горячий. Как пастернак? Овощи готовятся? Они на сковородке? Поставь суп на плиту. Он понадобится в четверть десятого. Это для говядины. Займись этим, а я потом приготовлю салат. Класс. Напряжение растет. Хорошо. Осторожно сзади. Это ручка горячая. Можешь класть сюда ягнятину. И перекрестим сверху. Да, а теперь положи лист на филей. Класть на говядину? Да, на говядину. Боже, я чувствую, что с вами синхронизировался. Вы как бы прибираете за мной. Простите. Быстрее, быстрее, пожалуйста. Так, это готово. Дальше. Чей это заказ? Рыба отлично выглядит, но я не знаю, готова ли. По-моему, да. Что со спаржей? Она почти готова. За вас. Кажется, я сжег спаржу. Сейчас я все исправлю. Спасибо за понимание. С вами приятно работать. Спаржа будет готова, когда нужно. По две штуки на порцию. Пусть выносят в зал. Кажется, я не могу описать, что такое обслуживание. Думаю, это и делает повар шеф поваром. Это страшная спешка. Ты чувствуешь себя частью команды с хорошим взаимопониманием. Ты взаимодействуешь и комбинируешь ради конечного результата. Улыбки на лице клиента. Это здорово. А участвовать в этом еще лучше. Ты просто ликуешь. Мне понятно, что привлекает и людей в работе на кухне. Приготовлено в Африке. Это мой последний день в Кичака. Сегодня здесь пустовато. Благодаря этому у нас с Хаджи появилось время на небольшое развлечение. Она покажет мне, как делать шоколадные иглы. А я расскажу ей, как проращивать семена. Когда мы с этим закончим, у меня останется немного времени, чтобы приготовить сегодняшний ужин. Сегодня я узнаю, как делаются знаменитые иглы дикобраза. О, боже. Она тает прямо у меня в руках. Когда я приготовлю ужин, поеду смотреть на животных. Можно мне с тобой? Да, детка, ты и я. На самом деле, я не поеду на экскурсию. Вот. Эту ленту нужно свернуть. Как только ты начала ее сворачивать, я понял, что будет. Да, наливаем темный и светлый. Это так просто. Сворачиваем листья и сдавливаем. Все верно. Так получается игла. Убери в холодильник. Пусть полежит пару минут. Я будто несу младенца. Вот эти уже готовы. Но это все еще надо... Оно должно... Надо обработать край с помощью горячей воды. Да. При 40-градусной жаре здесь так приятно. Ладно. Как прорастить семена? Я хочу показать вам простейшую в мире вещь. Вам нужны ростки? Насыпьте в банку чайную ложку семян и добавьте воды. Замочите на 40 минут, а затем слейте воду. Если ее оставить, семена просто загниют. Затем поставьте банку в темное место. В течение 3-4 дней промывайте дважды в день и ставьте обратно в темное место. Затем поставьте банку на свет и также промывайте каждый день. Так можно без труда вырастить свои ростки. Замечательно. Большое спасибо. Просто. Итак, это можно убрать. Самое время заняться ужином. Это будут отбивные из ягненка с кашей, с сухариками и чакалаккой. Это соус из томатов, перца, моркови, чеснока, имбиря, чили, карри. Поверьте, получится прекрасное дополнение к каше. Итак, нарежем много овощей. Чакалака – классная вещь. Находитесь ли вы в пятизвездочном лагере в Гуше или работаете на рудниках Южной Африки, все знают, что такое чакалака. Это каша южноафриканская версия поленты. В Африке каша – привычная пища. Ее делают из маиса или, как говорят в Америке, кукурузы. Это очень густая каша, где есть только вода, соль и кукурузная мука. Прямо перед ужином обжарим хлеб при 180 градусах, чтобы хрустел. Но сначала замаринуем ягненка. Приятно то, что все уже готово. Закрываем, едем на экскурсию и возвращаемся. Закрываем, едем на экскурсию. Закрываем, едем на экскурсию. Ради этого я живу. С обычной кухней мы ушли в маю, на лоно природы. Прекрасный вечер в восточной Капской провинции. Сейчас я приготовлю на всех отбивные из ягненка. Сухарики готовы, чакалакка тоже. Осталось дождаться прибытия гостей и можно пробовать. Привет. Привет, добрый вечер. Привет. Сегодня я себя побалую. Хаджи, ты будешь стоять в стороне как зритель. Сегодня я для тебя готовлю. Я гостья, я только смотрю. Ты гостья. Странно смотреть, как готовят другие, и самой ничего не делать. Отдыхай, Хаджи. Не так часто другие для тебя готовят. Ваше здоровье. Мое время в Кичаке подошло к концу. За последние дни я понял, подготовка и расчет времени – это все. Но, что более важно, я встретил женщину, которая никогда ничего не отмеряет, не готовит по рецептам. У нее все очень естественно. Это просто невероятно. А сейчас мне осталось только приятно провести вечер со своими новыми друзьями. Ведущий Джастин Банелло, продюсер Келвин Хейворд. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Цурии. Ведущий Джастин Банелло